Пожалуйста, теперь хотел бы попросить высказаться муфтия Республики Дагестан. Пожалуйста, Ахмад Афанди. Добрый день. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Здравствуйте. От своего сердца искренне благодарю вас за то, что нашли время. Поверьте, сегодня как никогда Дагестан это очень важно и нужно. Поэтому, понимая всю ценность этой встречи, не только для меня, но и для всего нашего народа, я записал некоторые моменты, которые хотел бы подчеркнуть. С вашего позволения я буду заглядывать в эти записи. Извините, я еще полностью нездоров, поэтому очень трудно говорить. Рядом здесь присутствует и мой лечащий врач. Хочу доложить вам, что ситуация в Дагестане сейчас крайне сложная. В горных аулах есть только медфункции, рассчитанные на лечение каких-то легких случаев болезни. В основном, до пандемии коронавируса, людей с серьезными проблемами всегда госпитализировали или районные центры, или в Махачкалу, а также другие города Дагестана. Сейчас это невозможно, больницы переполнены везде, поэтому и большое количество смертей. По статистике уже говорят, более 700 человек умерло, погибло около 50 медработников. Эти цифры, к сожалению, растут с каждым днем. Люди остались без работы. Но проблема в том, что это толку зафиксированные случаи смертей в больницах. Никто же не ведет статистику людей, которые умирают от болезней в своих домах. Они умирают, их хоронят по обичиям, и их никто не считает. Все работники муфтията, те, которые еще не болеют или уже выздоровели, работают, разъезжают по населенным пунктам Дагестана, оказывают психологическую поддержку. Они же развозят медикаменты, продукты, аппараты для подачи кислорода. Это все благотворительная помощь, которая складывается из народных в спору. Люди помогают друг другу через муфтията. Да, можно сказать, что люди самые виноваты в таком огромном количестве зараженных. Да, не все серьезно отнеслись сразу. Где-то не поверили до конца. Кто-то думал, что пронесет. Но я думаю, вы согласны с тем, что халатность людей не повод бросать их в такой катастрофе. Поэтому мы очень надеемся на милость священников и вашу личную поддержку для Дагестана. Конечно, вам виднее, какую конкретную помощь можно оказать на местах. Еще раз хочу акцентировать ваше внимание на том, что я отправляю своих работников в каждый дагестанский район, откуда раздаются крики о помощи. Поэтому знаю о положении народа, не по слухам. Люди остались без работы. Поэтому мы закрываем их долги в продуктовых магазинах и аптеках. Но этого очень мало. Главный вопрос – это вопрос здоровья и жизни людей. Врачи, которые учатся на работу, сами тоже заболели. Местами их просто катастрофически не хватает для лечения населения. Я знаю, что один врач иногда обслуживает целое отделение. Это очень сложно. Доктора, которые на передовой, конечно, держатся достойно и мужественно. Но и тех, кто не вышел сегодня на работу, я тоже не могу обвинять. Есть две причины, по которой медработники не пошли лечить людей. Первое – страх заболеть. Потому что очень мало предприятий специализировано под лечение этой болезни. Это значит, что в горах, да и порой в городах, не везде были предоставлены вовремя средства защиты. Без них медработники могли погибнуть, а некоторых уже нет в живых. Во-вторых, они боятся рисковать, потому что не уверены в завтрашнем дне, не уверены в том, что получат за работу хотя бы положенную зарплату. Масштаб катастрофы вынуждает нас обратиться за помощью к вам, уважаемый Владимир Владимирович. Пожалуйста, обратите внимание на Дагестан. Спасибо огромное за возможность высказаться в такой позелый для нас. Спасибо большое, Ахмад Аханде. Я прежде всего хочу пожелать вам здоровья. Выздоравливайте, поправляйтесь, набирайте сил. Уверен, вы включитесь в ближайшее время в активную работу по помощи людям. Спасибо большое.